Приветствую вас на канале Alonia Art. Сегодня я хочу показать вам такую программу для анимации, как Dragon Ball. Ее преимущество перед остальными программами заключается в том, что она абсолютно бесплатная, а также достаточно легкая в использовании. Я слышала, что Dragon Ball очень похож со спайном, но сама в спайне я не работала. Помимо того, я не смогла найти информацию, что появилось первее. Они появились примерно в одно время, поэтому мемчики. На спайне, кстати, анимируют загрузочные экраны в Лиге Легенд. То есть вы примерно представляете себе возможности этих двух программ. Для того, чтобы зарегистрировать свой email в программе, вам нужно зайти в файл, настройка. Видите, у меня сейчас показывают, что не активно сохранение, но на самом деле у меня все работает. Вот здесь можно выбрать язык и аккаунт. Нажимаете кнопку «Авторизироваться» и долбитесь туда, пока не получится это сделать. Я покажу процесс анимации двух персонажей на Dragon Balls. Для игры Darkest Hunt это мобильная игра, которая пока еще не вышла, но находится в разработке. Это не мой проект, но проект моего знакомого. Если игра выйдет к тому моменту, как вы посмотрите этот ролик, то внизу будет ссылка, и вы сможете перейти по ней и посмотреть игру, если вам интересно. Нажимаем файл «Создать новый проект», «Создать анимацию». Галочки, как у меня. Вот мы создали новый проект. Теперь открываем папку с PSD-файлом, предварительно правильно нарезанным на детали, конечно же. Об этом подробнее вы можете посмотреть в моем татуилле по нарезке для Live 2D, либо, возможно, в будущем будет новый ролик. Нажимаем на иконку в правом верхнем углу экрана. Я, честно, так и не нашла информации, почему раздваиваются слои, но, похоже, это происходит чисто визуально. Если знаете, в чем тут соль, напишите, пожалуйста, в комментариях. Этот список справок, который называется Armature, это наш скелет. Над ним вы видите две закладки, во второй можно поменять порядок слоев, совсем как в фотошопе, но здесь мне это не понадобилось. Внизу библиотека, она хранит все наши текстуры. Их туда можно подгружать и заменять отдельно детали персонажа. Но подробно я сейчас не буду на этом останавливаться. Это скорее обобщающее видео, а не подробный туториал. Первым этапом я создам кости для текстур. Для этого есть специальный инструмент. Я просто прикидываю в голове, как примерно будут двигаться детали. Например, рукав будет вращаться по уси от локтя. Поэтому там будет начало кости, а конец, соответственно, там, где кисть. Далее по такому же принципу я создаю все остальные кости. Dragon Bonds дает возможность назначать дочерние кости, которые будут двигаться вместе с материнской. Этот прием я буду использовать на ожерелье с ушами. Для плаща мне необходимо создать плавное движение, имитирующее движение ткани. И чтобы никто не догадался, что это пиксели, а не ткань, я создам меш. Делается он немножко хитро, поэтому следите за иконками, которые я буду нажимать, если вам это понадобилось. В отличие от Live2D, меш делается вручную, но это довольно просто. После того, как скелет создан, можно переходить в режим анимации. Выбираем кости и поочередно задаем всем стартовую позицию. Затем эти точки можно скопировать и вставить в конечную позицию, если нам нужно, чтобы анимация начиналась и заканчивалась одинаково. Над панелью времени вы видите небольшое окно с параметрами. Здесь при выборе кости или меша можно ставить флажки, которые фиксируют позиции по осям X, Y, Z. Вы можете заметить на подсвеченной голубым кости зеленую стрелочку. Она отвечает за движение вверх-вниз, красную – право-влево, а желтая – по оси X, то есть масштабирование. Также есть возможность задавать кости вращения, а остальными функциями я не пользовалась. С анимацией меша немного труднее. При выборе текстуры слева открывается окно со свойствами. Там есть параметр FFD – Free Form Deformation. А справа от него вертикальная полосочка. Именно ее нужно нажимать, чтобы сохранить изменения меша на временной полосе. С персонажем все, осталась анимация собаки. Она выполнена полностью аналогично, отличается лишь тем, что использована такая фича, как ограничение обратной кинематики, что позволило мне заанимировать реалистичные движения собаки, так как лапы должны оставаться на земле и изгибаться в суставах, пока тело собаки будет двигаться. Здесь я использовала меш для движения грудной клетки, чтобы создать иллюзию вдоха и выдоха. В целом я рассказала все, что хотела. Если вы хотите, вы можете досмотреть процесс анимации в ускоренном виде до конца. Если вам понравилось это видео, то посмотрите мой канал, возможно вы найдете для себя еще что-то интересное и захотите подписаться. Вопросы по поводу Dragon Bonds вы можете задавать в секции комментариев внизу, постараюсь на них ответить. Спасибо за ваше внимание, с вами была Алония. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok